Добрый день, меня зовут Фомина Карина, я учитель с 6 класса. По нашим наблюдениям популяция венебина башмачка в вечном севере от села, поэтому изучение экологии, численности растений, а также интродукции имеет большое значение для его сохранения. Итак, тема нашего доклада – сохранение популяции венебина башмачка, выращивая капель на пятнице в окрытии села Бенихатах с помощью интродукции. Наша цель – изучить возможности выращивания венебина башмачка с помощью ветоинтродукции. Гипотеза с помощью этого метода может сохранить популяцию венебина башмачка. Первый наш шаг. Мы исследовали в 2018 году одну полянку в 2019-м 3, в 2020-м году 4. Первая – 6 квадратных метров, вторая и третья – по 4, и четвертая – около 2. Чистость растений определялась путем посчета из числа растений на початке 16-го линия все 3 года. В 2018 году составило 26 особей. В 2019 году в трех популяциях 74, в 2020 году в четырех популяциях 87 особей. Биометрические измерения проводились путем посчета измерения обычной линейки. В этот день мы нашли растений с минимальным размером и с максимальным, и вышли из средней. Также мы измерили все четыре полянки в 2020 году. На этом слайде мы увидим длительный срок до начала конца линейтации. Мы наблюдали первую площадку в одно и то же время в 3 года, а также сравнили все четыре поляна в 2020 году. Вторым нашим шагом мы решили провести интернационные мероприятия для сохранения венебина башмачка на территории нашего села. Исследование проводилось в пункте редукции в духе и наверх на западе от пункта донора. Будем переносить живых растений на площадке номер 1 в площадку номер 2. Главным фактором для предрестания венебина башмачка является влажность воздуха, освещенность механических составов. Мы провели сравнение экологических слоев предрестания башмачков вместе с горной и посадкой. Для пункта редукции мы нашли место помощи на доноре и продукции. Для проведения этого исследования мы заложили две пробные площадки. На этом саде мы увидим экологические исследования. На основании проведенных исследований мы пришли к выводу, что экологические условия места посадки незначительно отличаются от места произрастания. И, по нашему мнению, было приятным для инфредукции венебина башмачка. Посадки венебина башмачка в пункте редукции произвели осенью 2015 года целыми живыми растениями. На 17 сентября 2015 года выкопывали башмачки 15-20 метров диамет и 15 миллионов высотой. В пункте инфредукции приготовили 5 ям. Для них были ли ямы 50-60 метров глубиной не более 30 метров. Расстояние между ямами 80 метров. Аккуратно укладывали корневища в платочную яму и присыпали землей. Наблюдения проводились на обоих площадках в одни и те же даты. На оценку успешности в инфредукции башмачки мы сравнили маховичность и изнекретельный срок начала консориентации. В пункте донора и инфредукции. На основании проведенных исследований пришли к выводу, что этнические слои площадки МОР-2 незначительно отличаются от местных председателями и, по нашему мнению, подходят для инфредукции ям на Башмачка. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.